Все выходные Чуваши оставалось в снежном плену. Сильный продолжительный снегопад, который начался в пятницу, завершился только в воскресенье. По республике работало более 405 детей, единиц спецтехники. Причем дороги и дворы убирали не только коммунальные службы, но и сами жители выходили им на помощь. В Чувашии был введен режим повышенной готовности, чтобы ликвидировать возможные последствия разгула стихии. На дорогах как федерального значения, так и на республиканских было ограничено движение большегрузов и междугородних автобусов. 21 января временно из-за метели и бокового ветра закрывали Чебоксарский аэропорт. На участках федеральных трасс, где из-за снегопада обстановка была особенно сложной, развернули стационарные пункты обогрева и питания. Они работали в Ядринском, Козловском, Цивильском и Комсомольском округах. Ограничения на дорогах были сняты к вечеру воскресенья. В Комсомольском округе на трассе М-12 сейчас продолжает работать мобильный пункт обогрева МЧС России. Глава Чувашей поблагодарил всех, кто помогал водителям и пассажирам, которых непогода застала в дороге. Мы с вами приходили на помощь и тем людям, которые оказывались в сложной ситуации, на дорогах прежде всего, на трассе М-7. По мере возможности старались помогать и на трассе М-12, где чуть сложнее организовать такую работу. И, как следствие, слова благодарности водителей, которые за многие десятилетия много раз сталкивались с такими ситуациями, ну и соответствующим образом отмечают достаточно слаженную работу. Как рассказал сегодня на совещании в Доме правительства председатель ГКЧС Чувашия Сергей Павлов, за январь метеорологи республики уже 12 раз давали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. За период с 16 по 21 января, на который пришлись два самых сильных снегопада, в Чувашии зафиксировано более 120 аварийных отключений на объектах ЖКХ и жизнеобеспечения. Массовые обрывы проводов произошли в минувшую пятницу, когда вместе со снегом на республику обрушился порывистый ветер. Без энергоснабжения остались 9 муниципальных округов, 17 населенных пунктов, 13 социально значимых объектов. Аварийно-выставленных работ были задействованы 13 бригад, 40 человек и 13 единиц техники. В 23 часа 00 минут, 19 января 2024 года, аварийно-выставленные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме.